А мы перемещаемся на Украину, где происходит чрезвычайно важный процесс, судят Юлию Тимошенко. Трижды ее арестовали, трижды защита уже просила освободить ее из-под ареста, и каждый раз, естественно, получал отказ, кто же будет сажать Юлию Тимошенко, а потом сразу отпускать ее. Судья Родион Киреев сегодня не услышал, как он сказал, убедительных доводов, и, естественно, оставил Тимошенко под стражей. И очередное ходатайство адвокат Юрий Сухов сможет подать уже только после допроса свидетелей, который начался сегодня днем. Первым давал показания глава МИДа Украины Константин Грищенко, который в 2009 году был послом Украины в России. Подробнее об этом Александр Медведев. Добрый вечер, коллеги. Показания Константина Грищенко были не в пользу Юлию Тимошенко. Он заявил суду, что премьер-министр Украины не имел права единолично подписывать международные договоры без коллегиального решения правительства. И другого от Грищенко никто и не ждал, потому что Грищенко считается человеком Виктора Ющенко, и отношения у бывшего посла с экс-премьером были напряженные. Отпустить Тимошенко сегодня просили все, кроме нее самой и прокурора. Напомню, что арестовали Тимошенко в пятницу за плохое поведение. Во время допроса действующего премьер-министра Украины Николая Азарова, она с места комментировала его слова и обвиняла в коррупции. И сегодня Тимошенко продолжала дерзить. Вы, господин судья, пытаетесь ломать даже не меня, а молодое демократическое государство, сказала она. Жаль, что это происходит руками молодого судья, который только начинает карьеру. И добавила, ни о чем просить не буду и не встану перед вами, потому что это будет означать встать перед вами на колени. Вот так достаточно жестко она общается с судьей. А за пределами суда партия Тимошенко, как называется Бычковщина, собирала силы. И бывшего премьера хотели сегодня взять на поруки представители духовенства. Украинские православные церкви, киевского патриархата, евангелисты, христиане-баптисты, римско-католическая церковь. За Тимошенко вступился меджилист крымско-татарского народа. Разумеется, не молчали правозащитники. И процесс над Тимошенко стал хорошим поводом для объединения оппозиции. И так считает корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Там порядка 200 представлений на выпуск на поруки. Начиная от индивидуальных, как у Левко Лукьяненко, это у нас самый известный диссертент. И заканчивая массовыми стихициями от народных депутатов. Политического здесь какого-то нет. Это стратегия. Начинаем с души, а заканчивая двое направление отдельно взятых народных депутатов. Вся оппозиция из цвета украинской оппозиции сегодня был взят. Сочувствовать, помогать, координировать действия. Да, на это оппозиция сейчас готова. Но на выборы все же, даже из оппозиционных сил, скорее всего, пойдет самостоятельно. Но вот оппозиционные силы уже создали комитет сопротивления диктатуре и намерены созвать внеочередную сессию парламента. А у Печерского суда сторонники Тимошенко разбили палаточный лагерь, который напоминает временах Оранжевой революции. Руководство партии Батьковщина сегодня с утра просило неравнодушных граждан прийти к суду в обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. И сейчас, как утверждают в Батьковщине, собрались примерно 5000 человек. Правда, у МВД цифры несколько другие. Милиция насчитала возле суда 1600 сторонников Тимошенко и 400 противников. И вот сейчас милиция старается сделать так, чтобы они не передрались. Коллеги. Спасибо. Александр Медведев рассказывал нам о подробностях сегодняшнего суда над Юлией Тимошенко. к этой очень важной теме. Безусловно, на Украине сегодня происходит чрезвычайно важная трансформация. Украина меняется прямо у нас на глазах. Мы эту тему будем обсуждать в нашем девятичасовом эфире.